Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про полив молодых саженцев винограда. Почему это важно? Дело в том, что неправильный полив является причиной гибели вот этих наших укоренившихся черенков, молодых саженцев, наверное, в процентах 80-ти случаях, а может и 90-ти. И поэтому сегодня мы с вами разберем эту тему от момента первоначального полива, как только мы посадили, и полива в дальнейшем. Первоначальный полив нужен или нет? Это зависит от того, в какую землю, в какой грунт вы посадили. Если по каким-то причинам у вас грунт был сильно переувлажненный, то полив первоначальный не нужен. Если же у нас нормальная земля, нормальный грунт, она просто влажная, то, конечно, полив нужен. Интенсивность этого полива может зависеть от того, в каком состоянии наши укоренившиеся черенки. У меня, видите, почки еще все спят, а не только-только просыпаются. Если у вас уже большой росток, например, вот такой или еще больше, то и полив может быть несколько больше, ввиду того, что эта влага очень быстро израсходуется. Дальше способ полива верхний либо нижний. Смотрите, я всегда применяю нижний полив. Так удобнее, так эффективнее, так меньше уплотняется грунт в стаканчиках, либо в пакетиках. Но если по каким-то причинам вы прозевали подходящий момент высадки и высаживали черенки не с малюсенькими корешками, а с такими уже совсем длинными, то когда вы опускаете эти черенки в стаканчик с вот этими длинными корнями, можно немножечко пролить сверху, чтобы корешки заняли правильное положение, чтобы они опустились немножко вниз, ну, чтобы их удобнее было разложить. Бывает даже вообще, ну, пропустили. И вообще корни длинные вот такие. И тогда водичка нам очень поможет эти самые корешочки правильно разместить в грунте. И, конечно, в таком случае можно сильно уже и не поливать. Но тоже надо быть осторожным. То есть вы же видите, сколько воды вы льете, заливать не надо, чуть-чуть пролили. Видите, корешочки опустились. И этого будет вполне достаточно. Сверху тоже влажным грунтом засыпали. Все, в принципе, там влаги более чем хватает. То есть вы всегда ориентируйтесь по ситуации. Сейчас, например, тоже как я поливаю? У меня здесь полный поддон, где-то 25 растений. Поливать я буду снизу. И я знаю, что приблизительно они поглощают порядка 2 литров. Ну, как бы я уже не первый такой поддон высаживаю, поэтому я знаю. Вы, если не знаете, тоже кто-то говорит, что вот в поддон надо налить воды определенного, ну, до определенного уровня. Дело в том, что объем разный. И да, можно налить на сантиметр, но одно дело налить на сантиметр, когда у меня здесь вот полный поддон, другое дело, когда это будет половина поддона. То есть объем воды будет разный. Вот сейчас я, ну, вам плохо видно в белом поддоне, налила приблизительно на сантиметр. И сейчас это у меня 1 литр. Но эта вода будет очень быстро впитываться. Буквально минут через 15 может ее уже и не быть. Вы на это и ориентируйтесь. То есть налили, ну, так, чтобы растение могло впитать, да, чтобы отверстия попадали. И посмотрели. Вот, уже воды нет. Пока я тут пару слов сказала, воды уже нет. Вот сейчас будет введен уровень. Вот я подлила еще. И она прямо на глазах исчезает. То есть земелька эту воду тянет. Как я уже сказала, приблизительно я знаю, сколько у меня по объему берет. Но вы на что ориентируйтесь. Налили водички, ну, так, чтобы на отверстия доставал. Минут 20-30 подождали, видите, все, вода исчезла быстро. Долили еще. Опять немножко подождали, видите, вода исчезла. Как только вода начнет впитываться медленно и оставаться в поддоне. Если там через час, через полтора вода в поддоне еще осталась, все. Ваш стаканчик напитал жидкости столько, сколько ему необходимо. Вы его уже достаете и ставите, ну, на полочку, либо в другой поддон. То есть если вода осталась, ну, либо если вы этот используете, то, понятно, достали, слили и поставили обратно. Вот опять то, что я налила. Мы с вами буквально чуть-чуть поговорили. Все, воды уже нету. Я доливаю снова. И моя рекомендация наливать воду порционно. Если у вас буквально там один саженец, поставьте его тоже в какой-то небольшой поддончик. И наливайте тоже понемножку. Либо, если вы налили много, ну, подержите полчаса. И этого будет вполне достаточно. Не надо держать его, ну, в большом количестве воды долго. С первоначальным поливом мы разобрались. Как и когда поливать в дальнейшем. Дело в том, что тут нет универсального рецепта. Я хочу, чтобы вы это понимали. И очень много факторов, которые будут влиять на регулярность полива. Например, у вас какая-то северо-западная сторона, солнышко приходит редко, в помещении прохладно. В этот момент испарений и расход влаги будет меньше. Либо наоборот. У вас южная сторона, у вас очень теплое помещение, и влага будет испаряться быстрее. Кроме того, регулярность и интенсивность полива зависит и от степени развития вашего уже укоренившегося черенка. Смотрите, пример. У меня в руках два саженца. У этого уже у нас, ну, в общем-то, пять листиков. У этого еще почечка только пробивается. Потребность вот этого растения во влаге будет гораздо больше, чем у вот этого. Потому что листики испаряют влагу, листики в ней нуждаются. И, соответственно, здесь они нуждаются гораздо меньше, чем вот в этом примере. Кроме того, регулярность полива, конечно же, и очень зависит от того, какой у вас грунт. Один грунт больше держит влагу, другой грунт меньше держит влагу. И, соответственно, один требует большего полива, другой требует меньшего полива. Как поливать? Мы практикуем нижний полив. То есть у нас саженцы стоят в поддонах, и мы водичку заливаем вниз. Когда мы поливаем сверху, во-первых, у нас уплотняется земля, что не всегда хорошо. И не всегда мы даем растению нужное количество влаги. Нам она проливается, водичка, особенно если грунт не очень хорошо держит влагу. Нам кажется, например, что ее мало поливаем, много, либо наоборот. То есть нижний полив в этом плане предпочтительней. Он меньше уплотняется, и земелька набирает столько, сколько ей нужно. Особенно вот несколько саженцев, если на разной стадии развития они по-разному употребляют эту водичку. Значит, тот, который больше нуждается влаги, у которого земелька там сушит, он возьмет больше. Сколько поливать? Тут, повторюсь, что много зависит от условий. Насколько там просохла эта земелька, сколько у вас этих саженцев, какой объем земли. Сказать что-то универсальное сложно. Мы наливаем водички в поддоны где-то на сантиметр, приблизительно. И наблюдаем. Ну, смотрите, у меня поддоны большие. В одном таком поддоне порядка 50 саженцев. И, соответственно, если я налью на сантиметр, эта водичка, она очень быстро уйдет. То есть мы наблюдаем. Если там через 5-7 минут она ушла, можно еще подлить. И, ну, конечно, можно приблизительно рассчитать, взять, насыпать в стаканчик совершенно сухую землю, например, да, поставить ее в водичку, посмотреть, сколько этой водички она возьмет. Вот. И ориентируясь на эти цифры, потом использовать уже в расчете на количество саженцев. Но это достаточно сложно. То есть я просто наливаю, смотрю, так, водичка ушла быстро, хорошо, могу немножечко подлить. Если я вижу, что водичка уже в течение минут 15 не уходит, все растения напитались. И не надо, чтобы они стояли в воде в болоте. Значит, тогда мне надо будет переставить этот другой поддон, а эту воду убрать. Как понять, что растения уже пора поливать? Ну, во-первых, мы можем сверху пощупать земельку и посмотреть, есть ли она сухая. Но это не значит, что ее тут же надо поливать. Потому что верхний слой, например, у нас он просох, условно вот так. А снизу все будет мокрое. То есть, если мы пользуемся таким визуальным способом, то пальчиком туда немножко опуститесь. Ну, аккуратненько, разумеется, но опуститесь и посмотрите. Если там влага есть, то поливать еще не стоит. Если вы, к примеру, используете прозрачные стаканы, то там немножко проще. Там визуально видно. На что еще можно ориентироваться? У меня здесь снизу прорези. И я могу визуально видеть, мокро там или сухо. И, в принципе, я даже пальчик туда могу просунуть и посмотреть. Если здесь сильно мокро, мы не поливаем. Если влаги осталось совсем чуть-чуть, то, конечно, можно полить. То есть, дело в том, что виноград, вот такие молодые саженцы, они крайне чувствительны как к избытку влаги, так и к недостатку. Если у нас влаги недостаточно, и все совсем пересохло и высохло, у нас начинает вять листва. И, конечно, если мы вовремя спохватимся, то успеем полить. То, в принципе, растение очень быстро придет в форму. Если чуть-чуть, буквально вот на капельку мы опоздали, лист начинает сохнуть, и тот зеленый побег, который у нас вырос, как правило, он погибает. Ну, вырастает новый. То есть, выходить можно, но влага, влага. То есть, если вдруг вы увидели, что вот у вас все повяло, поникло, значит, полили раз, и обязательно сверху тоже попрыскайте водичкой, потому что, ну, надо восстановиться этому торгеру. Но от чего я вас хочу предостеречь? В некоторых случаях увядание может быть по другой причине. То есть, если вы увидели увядание, да, сначала проверьте. Если сухо, значит, все понятно, но увядать побег может и наоборот, потому что слишком влажно, и корни начинают отгнивать. И в таком случае тоже будет увядание. Кто-то может спутать. Там и так все плохо. Мы добавили водички, еще полили, в итоге саженец погиб. Когда корни начинают загнивать, они загнивают у основания, там, где они отрастают от черенка. Поэтому вы можете, например, в прозрачном стакане еще видеть белые корни, а там уже все может погибнуть. Если произошло загнивание, то есть видите, что саженец начал увядать, земля влажная, то есть мы исключаем причину увядания из-за недостатка влаги, сразу выкапываем, выкапываем, пересаживаем в другую земельку. В некоторых случаях удается спасти, но, честно говорю, не всегда тут как повезет. Еще нам в помощь может прийти вот такая штука, называется ланомер. Можно заказать на Алиэкспрессе, продается в садовых центрах. Есть разные, есть чистый влагомер, есть влагомер PH-метр, и, по-моему, еще мерит уровень солнечной инсоляции. То есть эта штука может прийти нам на помощь. Ну, в принципе, можно обойтись без нее, как проверить я вам говорила. Ну, а так мы берем вот эту штуку, опускаем только, ребят, если вы ей пользуетесь, опускайся до дна. Не вот здесь мы меряем, здесь может быть сухо, и это нормально. Мы опускаем полностью до дна, и видим. Вот он, если показывает еще зелененькое, мойст, значит, поливать не нужно. И, честно вам скажу, вещь удобная, но иногда бывает, что она показывает кривовато. Поэтому, если есть возможность, посмотрите здесь. Вот сейчас он показывает как бы влажненький, но уже недалеко от границы сухости не надо такой поливать. Тем более, что я вижу, что вот там все влажно. То есть тоже будьте осторожны с этими вещами. А с другой стороны, если, например, у нас пошло увядание, мы эту штуку поставили, она у нас показывает вообще синюю границу. Вот, влажно. Значит, точно надо выкапывать, смотреть, что там происходит, потому что, ну... То есть здесь мы ориентируемся только на красную зону, и никак иначе. Причем красную, вот желательно как можно краснее, как бы можно ближе к слову dry. Конечно, если растение переувлажнено, это не значит, что точно там корни сгниют. Но, тем не менее, оно нам подсказывает, что ему не очень хорошо. Вот вы заметили, что лист становится таким куполообразным. Вот это вот явное переувлажнение. Что делать в таком случае? Ну, в таком случае мы можем взять, например, какую-то деревянную палочку, ну, либо не деревянную вязальную спицу, что-нибудь, и проделать отверстие. Можем проделать отверстие здесь. То есть, ну, вроде как оно живет нормально, нормально развивается, но говорит о том, что мне не очень хорошо, мне некомфортно. И, значит, мы можем немножко сделать аэрацию, чтобы испарение там шло лучше. То есть, либо в пакетиках где-то дырочки сделаем, либо спицы, либо каким-то другим острым предметом мы вот так вот протыкаем и аэрируем. Ну, помним, что пока что у нас, например, прохладно, через некоторое время могут прийти жаркие дни, соответственно, испарение будет больше, и будет такой саженец быстрее просыхать. То есть, это тоже надо иметь в виду, и в дальнейшем за ним следить. И если у вас вот такое произошло, листики так покрутило, к сожалению, вот эти листики мы не исправим, но потом начнут отрастать нормальные листья, то есть, ничего страшного в этом нету. И мы с вами говорили уже тоже в нескольких видео, бывает даже на обратной стороне листа появляются такие пупырочки, которые многие путают с трипсой. Они появляются от сухого воздуха, к сожалению. Это большая проблема наших жилых помещений. Ну, что поделать? Ничего страшного. Да, бывает некрасивый листик, но потом при высадке все становится на свои места. Саженцы достаточно легко адаптируются и начинают нормально расти. Также, если на ваших саженцах вдруг листики начинают подсыхать по краю, при этом часто бывает, что молодые, самые молодые растут нормально, а где-нибудь в серединке начинает лист подсыхать от края к центру. Как правило, это тоже говорит о начале загнивания корней. То есть, сразу проверяйте, вовремя принятые меры помогут спасти саженец. Конечно, когда уже полностью побег увядать, бывает, что поздно, ну, бывает еще, и в тот момент можно спасти. По крайней мере, стоит попытаться. И помните, что любые крайности здесь плохо. Слишком сухо – плохо. Слишком влажно – тоже плохо. Поэтому нам надо найти какую-то середину, как ее найти, наблюдать и подстраиваться под конкретно ваши условия. Надеюсь, видео было вам полезным. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!